Дэй-50, Сергей Богдан слева стремительно и незаметно приближается для показа своей сумасшедшей программы под ваши аплодисменты! Дэй-50, Сергей прибрал режим работы двигателей, разогнал скорость и пошел вверх вот так вот по инерции, но вот теперь мы слышим, добавляет режим, выходит, так сказать, на середину нашей импровизированной воздушной сцены и начинает свой показ с плоского штопора! Ир-50, Сергей Bogdanov ... И благословно к ней у неба, к этому прекрасному самолету, такой вот необычной фатуристической формы, благодаря ей и благодаря тому, что все вооружение этого самолета спрятано внутри, он отличается малой радиолокационной заметностью. Но мы тут с вами прекрасно видим его на этом голубом небе, фотографируем на память, и умерен, снимки будут прекрасны, и сегодня все социальные сети будут представлены со срывами потока вот этого вот пятнистого красавца, шеф-пилота КБ Зухова Сергей Боттон перед вами, удерживает эту многотонную машину на около нулевых скоростях, обратите внимание, разворачиваясь на воздухе в радиусах, и вот Кобра, вот ваши аплодисменты! Идет, идет, полома, высокий пункт, АТ-50, скорость 70 км в час, высота 500, даже из первого репута Дэя сейчас замеряют скорость своими радарами, подтверждаются, но не нарушают скоростой режим, и письмо счастья ему не придет. В виде счастья вам, наши аплодисменты для Сергея! Как руководитель, как шеф-пилота КБ Зухова Сергей сейчас прибирает, мощные двигатели для того, чтобы мы поблагодарили Романа Кондратьева и Рафаэля Сулейманова, на 134 они перед вами закончили, на сегодня пилотаж заруливают на место стоянки, с мокрыми спинами, с мокрыми лицами, довольно счастливые видят вас, ну а Сергей, добавляя режим, вновь выходит перед нами, разогнав скорость, пошел ручку на себя, подтянул руки. Возьмите, чтобы выращивать назвательного фигура Петлей Местерова, петелькой, с выходом на плоский штопор, так называемые блинчики, вот какие-то, как петчет, а мы с вами с удовольствием пушим и радуемся. И вот такой и получился для обычной, очень красивой формы. Говорят, здесь женщины, видя этот самолет в воздухе, чуть ли не теряют сознание, максимум, что успевают, это крикнуть «Вау!», у мужчин, у настоящих мужиков, мурашки такие с кулак появляются на теле, а Сергей в жизни, очень такой симпатичный, открытый, душевный человек, способен творить вот такие вот чудеса на боевой машине пятого поколения. «Вау!» Колокол и скорость стремительно падает, вот сейчас самолет остановился, вы видите, Сергей добавил режим, удерживаясь, контроль угроз, контроль скорости и пошел ходить, вот он по небу прошел, пускает босс, возградеется, что взлетает. Первый скорбь, технический уход в браке. На 180 градусов самолет уже движется. Разве можно в этом поверить? На любой вкус и цвет, любые фигуры, любые скорости, любые возможности. В 2010 году, 5 лет назад, чуть больше, это было 29 января, свой первый полет Т-50 совершил в Комсомольске-на-Амуре, с заводского аэродрома, тогда и поднимал этот самолет Сергей Богдан, и вот сейчас он в небе. Многие думают, что закончил пилотаж, нет, вот Сергей с проходом, плавненько так переворачиваясь с крыла на крыло, просит поаплодировать. Настоящий момент, он уже крупные силы МСИ, потому что космические войска нашей страны с недель-менем ждут, когда же этот самолет поступит по вооружению. Подгоняют испытателей к инструктору. В финальную стадию испытаний выходит программа по этому самолету. 5 лет назад, в этой программе испытаний участвует один из них здесь, сейчас, оторван, так сказать, от этих испытаний, для того, чтобы показать вам во всей красе эту уникальную машину на авиасалоне МАКС-2015.